Приветствую вас, тех, кто нас слушает на моем ютубе, на моем фейсбуке. Вы знаете, что меня вдохновляет и что дает мне силы? Вот такие акции, как прошла в воскресенье на Майдане. Потрясающие красные знамена с цифрами 5-10, окруженная полицией, нацгвардией и понимание того, что с твоей партией начали бороться. Твою партию начала бояться власть. Именно для этого прислали такое количество национальной полиции, нацгвардии и Беркута. Или сейчас он называется СОБР, не знаю. Как? КОРД. Вот он называется КОРД. Меня потрясает то, что власть на самом деле чувствует свою слабину. Идеологическую слабину. Потому что обещать они уже людям ничего не могут. 25 лет бездарного управления всеми правителями. 25 лет опускания в нищете народу. И 25 лет оголтелого зарабатывания небольшой группы людей, чиновников, которые построили государство ради государственных чиновников. Ее декларации показали, что страну разоряет именно этот истеблишмент. И именно этот правящий класс. Они могут сидеть в оппозиции в парламенте или быть во власти. Не играет никакой роли. Они ваши враги. 400 тысяч человек враги вас и каждой семье. Они экономически хотят вас ободрать. И когда вы читали в ужасе эти е-декларации, эти хранящиеся в домах деньги, миллионы долларов, вы понимали, что эти люди обобрали каждую семью. Они создали систему, в которой вы нищаете по закону, а они богатеют по закону. И партия 5-10 решила это прервать. Это наша первая большая победа на Майдане. Потому что выйти на Майдан – это один подвиг. Удержаться на нем – это второй подвиг. А самое главное – это донести миру, что есть такая партия, которая борется за обогащение нации. Для меня украинец богатый и есть цель. Я хочу поднять нацию с колена. И мы будем показывать подобными акциями, что мы их не боимся. Мы не купим себе ни одной бабушки на митинг. Мы будем приходить ровно столько, сколько нас есть. Если нас будет 20, мы будем приходить на митинг 20 человек. Если нас будет 100, нас придет 100. Но это истинные люди, настоящие патриоты, которые приходят за свою родину, за свои семьи, за свою экономическую свободу. Партия 5-10 ни в коем случае не складывает оружие. Партия 5-10 ищет новые способы. Я очень благодарен тем людям, которые помогли провести эту операцию на Майдане. Эту попытку вразумить власть. Люди перечисляли деньги. Я им очень благодарен. Люди отрывали в трудное экономическое время от своих семей. Они помогали партии 5-10. Мы не потеряли ни одного флага. Мы не потеряли ни одной палатки. Мы все оборудование сохранили. И мы можем продолжать. Следующую акцию мы проведем на Хрещатике. Прямо напротив метро Хрещатик. Поближе к Кличко. Потому что бандитские 90-е в Киеве надо заканчивать. Снос кофемашин по беспределу, без решения суда, с помощью нацгвардии, тетушек и банды благоустроя надо прекращать. И мы будем их проводить до тех пор, пока нас не будет тысячи. Приходите на нашу манифестацию. Мы будем ее проводить в четверг. В 8.30 с утрица, в будний день, когда идут чиновники, мы будем на станции метро позорить Кличко. Потом, когда они будут идти со своих кабинетов в эту же станцию метро, мы будем в 18.00 позорить Кличко и его 90-е. И не важно, что его поддерживает большое количество киевлян. Он их попросту обманул. Они очень внимательно читают соцопросы. Они считают, что их поддерживает 75% киевлян. Но через короткое время вы, киевляне, почувствуете, что работать-то негде. Зарабатывать для себя и своих семей негде. И это все сделала киевская власть. Которая хочет жить по-европейски на чистых улицах, но забывает, что по этим чистым улицам ходит совершенно обнищавший народ. Вот за это мы и боремся. Поэтому в дальнейшем обязательно приходите к нам на Майдан. Я вас прошу, записывайтесь через Фейсбук, социальные сети на участие в подобных флешмобах. Нам очень важно, чтобы у нас становилось все больше и больше. Ну а если вы нам будете перечислять деньги, то мы создадим боевую группу, которая будет совершенно по-другому бороться на площадях. Которая будет выполнять ваш социальный заказ. В какой-то степени наказывать власть. Потому что власть должна быть наказуема. Иначе они распускают руки, они распускают свои карманы, они распускаются и наглеют, берут взятки. Буквально недавно СБУ взяло одного человека из благоуствия. 13 тысяч гривен под люка взял. И они берут постоянно. Попадаются единицы. Берут десятки, а то и сотни чиновников. Сегодня уже киевская власть погрязла в коррупции. Они обогащаются за счет киевлян. Но обвиняют во всем предпринимателей. Но не забывайте, что вас кормит предприниматель. Предприниматель тащит на себе организацию рабочих мест, доставку товаров. Да что там говорить, он все время отбивается от государственных чиновников. В Киеве слишком много паразитов, занимающихся контролем. Слишком много людей, которые ходят с блокнотиками, с папочками и переписывают, фотографируют тех, кто хоть что-то делает. А в это время Киев нищает, как и вся страна. Поэтому выходите с нами на флешмод, в том числе и в четверг. Мы не опускаем руки. Революции надежды, революции чести. Мы будем делать долго, столько, сколько понадобится. И пусть мы это будем делать год, но через год мы приведем десятки тысяч. Я вам должен сказать, что партия не так легко живет, как может показаться со стороны. Вы видите, с какими трудностями нам приходится сталкиваться. Вы видите, как на эту маленькую партию ополчилась власть и как она ее боится. Сегодня уже по многим городам наших сторонников вызвали службу безопасности Украины, чтобы выяснить, а зачем вы этим занимаетесь, а почему вы агитируете людей. Это значит, что СБУ уже получило задание следить за партией 5-10. Я думаю, что этот кабинет прослушивается, хотя я все откровенно говорю в YouTube. Но помните, у вас нет другого выбора, кроме партии 5-10, чтобы выйти из нищеты. Нас должно быть миллионы, чтобы сломить эту власть, чтобы наказать эти 400 тысяч сожравшихся чиновников с их Е-декларациями и написать однозначный запрет на профессию. За то, что довели нас до обнищания. За то, что разорили страну. За то, что продолжают воровать и мешают жить. Поэтому присоединяйтесь к партии 5-10. Наш расчетный счет написан на экране. И верьте, все, что вы пересислили, пойдет в революцию. В топку нашей борьбы и наказания чиновников. Зарабатывайте. Субтитры создавал DimaTorzok